Выявление творческих способностей детей и молодежи, налаживание приграничных связей, поиск развития новых форм, жанровых и стилевых направлений в художественном творчестве. Эти и многие другие задачи вот уже не один год ставят перед собой организаторы Большого праздника детского искусства – Международного фестиваля «Мы вместе». В 10-й юбилейный на Брестских подмостках исключительно талантливые девчонки и мальчишки, желающие поделиться с брестским зрителем своим огромным потенциалом и только креативными идеями. Все-таки классика – великое дело. Когда звучит классическая музыка, когда на сцене балет – это радует, это элитное искусство, но, безусловно, надо всякое. И мы здесь на фестивале «Мы вместе» видим очень даже некоторые номера с высоким качеством в любых жанрах. Это и детское пение, и подростковое пение, это и странное пение, это фольклорные дела. Первое и единственное. Именно такое название носит постановка школы-студии драматического искусства из Вологды. История столкновений характеров и принципов, чувств и эмоций. Большой, не по-детски серьезный спектакль создавался долго. Самому юному его участнику, кстати, главному персонажу, совсем недавно исполнилось семь. Большое количество актеров, ярких декораций и, конечно же, детская искренность постоянно держала публику в напряжении и не давала расслабиться ни на минутку. Видишь, вон там, на другой стороне поля, коробка с окнами. Это на радио людей. Называется дом. А около нее коробка без окна. Это дома для коробок лошадей. Как? Ну, такие. А-а-а! В самом главном доме живут куры, цыплята. А где же этот участок, как семья? А кто у кого себя рассказывал? Ну, точно я не знаю. Мы все-таки пытаемся настроить, чтобы это было их хобби, чтобы это их развивало, чтобы они научились красиво говорить, красиво двигаться, петь. То есть были социализированы к нашему обществу и в любой профессии, в любой профессии могли быть очень востребованными и успешными людьми. Всего за два фестивальных дня на Брестской сцене успели представить свое творчество порядка четырех сотен артистов. Такое количество участников – красноречивое подтверждение тому, что будет и 11-й, и 12-й форум. Ведь это большое дело – дарить детям возможность нести в мир красоту и искусство. В целом, не могу не сказать, как здорово, что все мы здесь, как говорили, о Куджаво собрались. Потому что мы делаем замечательное дело. И мы, и дети, и администрация, и город. Надо это продолжать. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.